Здарова, друзья! Это Ник86 и сегодня у нас рубрика, когда нужно менять помпу и, в принципе, какую можно помпу купить. По моему опыту, ребята, первое, максимально долго нужно кататься на заводской помпе. Она ходит примерно 100 тысяч километров. Это точно. Это при любых условиях, как вы будете гонять, там, всегда в отсечке, либо как. Заводская помпа ходит до последнего. Она классная. Дальше, ребята, не стоит тратить больших денег на именитые бренды, типа ТЗА, которая у меня раздолбалась, типа Дольц, которая, в принципе, тоже раздолбалась у моего знакомого. В общем, они, в принципе, да, с хорошим запасом, но 100 тысяч они никогда не выезжают. Это крайне редко, очень редко. В общем, какую помпу ставить? Самую дорогую нецелесообразно, самую дешевую ставить это очень опасно. В принципе, они нормальные, типа Фенокс, Лузар. В принципе, они ходят, ходят только у спокойных водителей, где они не крутят сильный движок. В общем, там водитель должен более-менее быть спокоен. Если водитель агрессивный, либо молодой, конечно, Фенокс, Лузар. Это все очень опасно, очень. И что нужно делать? В общем, на данный момент я решил, а в будущем, испытать эту помпу. Это такой среднячок фирмы Морель. Я вам ее уже показывал. Пока что ставить я ее не буду, но у меня там уже пробег где-то в 84 тысячи. И, по идее, на втором замене ГРМ ее так и так нужно снимать. Потому что уже будет соточка, как минимум. И, в общем, я решил брать среднячок. Смотрите, нормальная помпа. Видно то, что она не заколхожена. Из той информации, что я нашел в интернете, это заводской Китай. Но это заводской Китай. Это не какой-то там кооператив, подвал, какая-то новая фирма, которую мы еще не знаем. Нет, Морель давно на рынке. В принципе, отзывы на 90% хорошие. Да, есть моменты по браку, бывает брак. У любых производителей есть брак. Базара нету. Но, в целом, отзывы очень хорошие. И, в общем, что я хочу сказать. Кстати, почему турбо? Да потому что просто она там была в остатках одна турбо. Все. С простой крыльчаткой я не смог заказать. Они быстро прям разбираются. Очень быстро. А с турбо-крыльчаткой всегда есть в наличии. Когда нужно менять помпу? И почему есть такой стереотип, что если помпа на автоваз, то это плохо? Все помпы плохие. Нет, ребята. Сейчас я хочу объяснить. Если взять иномарки. В общем, эти фирмы, Морель, ТЗА, например, Дольц, они же не только на Ладу делают эти помпы. Они делают на все тачки, в принципе. И у них нет такой цели, что на Ладу будут делать плохие, на иномарки будут делать хорошие. Нет, такой цели у них нет. У них есть станок, и они штампуют. Все. У них качество одинаковое для всех абсолютно. Итак, почему на ТЗАх кажется, что помпы летят очень часто? Я то и дело слышу. У одного знакомого помпа загудела, у другого загудела. Да и у самого, в принципе, так было. Мы на ТЗАх любим ездить до последнего. Мы не понимаем, что такое плановое ТО. На иномарках почему соблюдает плановое ТО? Почему там меняют комплект ГРМ с помпой? Потому что, не дай бог, если она отхлебнет, она может отхлебнуть. Ханадвижку. И ремонт любой иномарки, самый даже дешевый, самый захудалый, это от сотки, в принципе. Если вы будете брать оригинальные, хорошие запчасти, от 100 тысяч рублей. Даже на Deo Next будет очень дорого все это стоить. Ну а на Автоваз, как была капиталочка до 50 тысяч рублей, так она и есть. Там и материал, и работа. Все вместе, 50 тысяч рублей. И так получается, что у нас почти нету страха на капиталку. И мы привыкли ездить на запчастях до Талого, до последнего, пока не загудит, не разорвет ее, не взорвется. И из-за этого нам всегда кажется, блин, что за фигня, только что поставил, помпа потекла, там загудела, разорвало ее, ребята, да? Просто эта помпа уже потерпела три замены ГРМ. Ну куда так? Замена ГРМ, замена помпы, запомните. Например, Гейтс ГРМ ходит примерно 50-60 тысяч. Ну и в принципе почти любая помпа средней цены ходит такой пробег. Ну средней и высокой цены в точности тоже так же ходит 50-60. 100 уже не ходит. Это практически 100%. Даже уже 60 тысяч для любой, в принципе, помпы это уже вау. И мне кажется, вы теперь поняли, почему у иномарок, в принципе, мы не слышим, когда хрустит помпа, гузит помпа. Они просто этого не допускают, потому что боятся остаться без денег. Кстати, здесь также есть контрольное отверстие. Если что случится с сальником, здесь потечет антифриз. И, кстати, ни в коем случае не нужно затыкать это отверстие, если там что-то у вас потекло. Если потекло, то это сигнализация, можно сказать, к тому, чтобы заменили помпу. Значит, сальник пропускает, значит, смазка вымывается и скоро подшипник внутри заклинит. Ну что, друзья, в принципе, на этом все. Всем удачи и пока. И помните, есть промокод ник86. И, кстати, напишите, есть смысл проводить такую рубрику или нет. Мне кажется, рубрика интересная. Я не просто говорю, а заказываю детали, смотрю их воочию с вами и высказываю свое мнение и свой опыт. Все, ребята, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok